В первых моментах у ворот Северстали создал Донбасс и реализовал только два, к счастью, для ЧВСК команды, только выход в 1 на 1 было штуки 3. Ну а вот так забрасывалась шайба, первая, на пятой минуте это случилось. Подхратский замкнул передачу Кашпара с левого фланга и Донбасс в счете повел к удовлетворению Андрея Назарова. Северсталь тоже бросала достаточно много поворотом Лейдена, галкипера Донецкого клуба, но это было менее опасно в обороне своему галкиперу. Полевые игроки Донбасса помогали очень неплохо, ну а Штепаника не раз оставляли наедине с форудами Донецкой команды защитники Северстали. И за полторы минуты до завершения первого периода Северсталь пропустила еще раз, не разобрались защитники здесь, допустим, оплошенность перед своими воротами, потеряли шайбу и тут же были наказаны. Вот еще раз мы видим, как действовал Штепаник при опасных моментах своих ворот, ну и вот второй гол. Ну, видите, здесь нужно шайбу было просто выбросить в пятачках, то есть как можно проще сыграть, но... Не ожидал Александр Шинин, что не выключится из борьбы донецкий хоккеист. И вот результат, конечно, не без доли визе.